Уважаемые коллеги, мы продолжаем брифинг по итогам сегодняшнего заседания правительства. О принятых решениях правительства по вопросу развития специальных экономических зон нам расскажут вице-министр индустрии и новых технологий Сагадиев Ерлан Кенжигалиевич, а также президент и генеральный директор Джоринг Интернешнл Холдинс Группа Танг Тат Квонг и председателем правления акционерного общества Национальное агентство по продвижению экспорта и инвестициям КазНЕКС Инвест Аринов Ерлан Асатаевич. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и Ерлан Кенжигалиевич, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Дейін, сез аймақтарында 63 жоба іске асырылып, 68 жоба бұтыруге жақын. 6 мүмді адам жұмыс қауырын алысты, 298 миллиард тенге оным шығаралған. Жаңа экономикалық саясатында арнай экономикалық аймақтар инвестиция тарту жағында ең маңызды түрегі болады деп есіптейміз. Әр салынған 10 сездың аймақтың өзінің специализациясы болады. Осыған қарай заңдарда қажетті өзгерістер еңізілу қажет. Осы мәселе бойынша министерствода жұмыс селіп жатыр. Сол жұмысқа және сез аймақтың жұмысының ғайту, оларға инвестицияларды тарту мәселелерге Сингапур мемлекеттік Джерон компаниясы шақырылды. Олар мен енді қосылы бірге жұмыс сүрейтін боламыз. Сөзді енді мен Джерон компаниясының төріғасына таң тат куан мұрзаға берейін. Ол сүге... Большое спасибо. Извиняюсь за то, что я говорю на английском, не на русском. В первую очередь я должен поблагодарить всех вас, особенно КазНЕХС, за ту предоставлену возможность быть вовлечённым в эту важную роль оказания поддержки, улучшению работы СЭЗов. И уже с прошлого квартала прошлого года мы уже начали работать над проектом, и мы потратили время на то, чтобы попытаться понять, какие вопросы и трудности стоят, какие слабые места есть, над которыми нужно работать в плане того, чтобы улучшить результаты и эффективность СИЗов. И с последнего задания мы уже переходим на второй этап, и основная цель сейчас заключается в том, чтобы операционализировать улучшение, и фактически главная задача заключается в том, чтобы создать операционные ранки для управляющих компаний, разработать финансовую политику для них, регулирование. И, конечно же, мы будем работать над процессами рабочими, процедурами, и самое главное, опять же, обучить местных людей, наших партнеров по Казахстану, по СИЗам. И в целом, наш текущий этап заключается в том, чтобы мы определили потенциальных инвесторов, чтобы мы могли помочь создать план развития, проводить тренинги и в Сингапуре, и в Казахстане. Цель заключается в том, чтобы обучить ключевых людей, обучить тренеров для обучения, чтобы они сами же потом могли обучать персонал СИЗов. И еще главное, чтобы через анализ потенциальных инвесторов мы смогли бы составить правильный план по привлечению инвесторов, и поэтому мы будем фокусироваться на проведении род-шоу, и в этом наша основная роль. И, конечно же, мы ищем возможности партнерства по этим вопросам, и в то же самое время мы хотим принести успех выбранным объектам по СИЗ, с которыми мы будем работать, и над которыми мы будем работать. Большое спасибо. Позвольте, есть ли у вас что добавить, Ирлан Наставич? Да, спасибо. Мы национальное агентство по экспортинвестициям «Казахстанинвест», и мы рады тому, что такая знаменитая компания, как «Джуронг», будет с нами работать в части дальнейшего развития СЭС. Как вы знаете, их у нас 10 СЭС, и они исторически развивались по-разному, и сейчас правительство принимает меры для того, чтобы поднять развитие СЭС на новый качественный уровень. Тем более, вы знаете, конкуренция за инвестиции сейчас в мире усиливается, и в этой связи необходимо перенимать самый передовой мировой опыт в дальнейшем развитии казахстанских СЭС. И «Джуронг» как раз является той компанией, которая сделала несколько успешных проектов за рубежом, и их приглашает к работе правительство развитых стран, не только развивающих стран, для того, чтобы вместе с ними построить правильные алгоритмы развития СЭС. Также это было сделано у нас, и эта программа у нас, в принципе, развитие СЭС, она долгосрочная. Не только, то есть она не ограничивается только сотрудничеством с «Джуронгом», там, в ближайший год-два, в дальнейшем правительство будет принимать меры по дальнейшему развитию, чтобы совершить качественный скачок в этом направлении. Спасибо. Вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте интересующие вас вопросы. Добрый день. Информационный портал «Стратегия-2050». У меня вопрос к господину Искешеву. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие? А его нет? Да. Хорошо. Ну, пожалуйста. Может быть, кто-то компетентнее был бы. Оилл Ньюс Киезет, Ксения Придаченко. Ну, на вопрос может ответить каждый, в принципе. В прошлом году глава государства дал поручение по анализу эффективности СЭС. Будут ли какие-то из них закрыты и какие мероприятия планируется провести в этом году? Спасибо. Спасибо. Ерлан Кеннегалевич. Планируется, что закроется одна СЭС, Бурабай. Как я говорил, шесть СЭС практически закончены. Значит, еще четыре находятся на начальном этапе строительства. Не предполагается, что они будут закрываться. Значит, наоборот, мы начинаем работу по усилению эффективности функционирования каждой СЭС. Для этого вот и приглашена компания Джуронг как мировой эксперт и в плане анализа, и в плане маркетинга за рубежом, то есть продвижения для привлечения инвесторов. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Саламат сіздер, Казах радиосынан Жезер Амантайғызы. Менің сұрағым Ерлан Кеннегалилу сізге бақыттылад. Ноу, Карапайым, ноу, бизнесмендер дейміз ой жаңағы. Касыпкерлердігі тарапынан айтылып жатыр. Ноу, біздің территориаліне деп жаңағы алдыңғы блюфингте айтып кеткенеді. Облыс орттан тыс, қалылардан тыс. Аудан орталығында жаңа тыт салым мәселелер жөнде. Соған инвестиция салатын, мысалы, Кореядан осындай касыпкерлер бар. Соны алғы шарты ретінде түсіндіріп берсеңіз, оны жоғаны ұсыну үшін местиу керек сіздермен жұмыш. Мүйткені осы маусым айында алып келіп, сіздермен бөліскісі келеді, дегенмен қиын жағы. Абылдаларғыңызға сіздерден ақпараталу жағы. Солған жағып берсеңіз. Ну, этот вопрос не относится к моей компетенции. В общем-то, они, наверное, могут обратиться к нам за грантами, чтобы мы могли им помочь внедрять новые технологии в производстве энергетики в малых селах. Но, в общем-то, к сегодняшнему вопросу это прямого отношения не имеет. У нас есть целый цикл грантов и помощи для инвесторов, которые будут работать в области энергетики, в том числе зеленой энергетики. У меня еще один вопрос. Насколько нужен единый корпоративный центр управления СЭС? Единый корпоративный центр управления СЭС нужен для чего? Во-первых, у нас 10 СЭС. Им нужен единый бизнес-процесс, соответствующий международным стандартам. Чтобы в какую бы ты СЭС ни пришел, ты попал в один и тот же процесс, простой и понятный для инвесторов. Во-вторых, соответствующий международному уровню, который применяется в СЭС по всему миру. Не забывайте, что у нас идет жесткая конкуренция по привлечению инвестиций между странами, включая специальные экономические зоны. Это первое. Второе. Нам нужны массовые тренинги всех сотрудников управляющих компаний специальных экономических зон, чтобы они соответствовали стандартам. Третье. Нам нужна подготовка и проведение маркетинговых мероприятий в Казахстане и за рубежом, так называемых рот-шоу, для привлечения инвесторов. И, наконец, самое главное, нам нужна работа над текущим законодательством в целях его улучшения, для того, чтобы СЭС действительно стали центром в протяжении инвестиций в будущие 5 лет. Вот этим будет заниматься единый корпоративный центр. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? Регионы? Если вопросов нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте еще раз поблагодарить наших гостей за участие. Всех собравшимся мы также благодарим. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.